12-летний житель Экибастуза освоил необычное для своего возраста ремесло в индустрии красоты. Он делает маникюр и дизайн ногтей. Заработанные деньги подросток собирает на лечение больного брата. Ербу Лабишев расскажет подробнее. Как и опытные мастера маникюра, Рулат тщательно готовит рабочее место. Все должно быть чисто и стерильно. Это залог успеха любого дизайнера. Его работы прекрасные дамы по достоинству оценивают в социальных сетях. Клиентам нравится креативность и старательность мальчика. А старается Рулат вовсе не для себя. Хоть и очень любит свое дело. Он мечтает собрать деньги на лечение своего братика. У меня есть 6-летний брат, инвалид. А полгода назад родился еще братишка. Мама редко выходит на улицу, ухаживает за ними. Один раз она пригласила домой мастера по маникюру. Я наблюдал, как это делается. Мне стало интересно. Подумал, а почему бы не попробовать самому? Попробовал, получилось. Постепенно втянулся в это дело. И теперь хочу развиваться дальше. Поначалу родители были против такого увлечения сына. Отец говорил, не мужское это занятие. Мать тоже не раз отговаривала. Но Рулат настаивал. Даже прошел мастер-класс у известного маникюрного мастера. Она от него в таком восторге. Она сама его привезла сюда. Она говорит, он такой мальчик у вас. Я с ним общалась. У меня было такое ощущение, что я не с 12-летним ребенком общаюсь, а вот прям с 20-летним парнем. Он говорит, уже в свои 12 лет он уже состоявшаяся личность. Я, говорит, вам предлагаю не останавливаться на достигнутом. Пусть он идет вперед. У него есть на это талант. Родители изменили свои взгляды. Помогли Рулату приобрести необходимое оборудование и материалы. Он закончил специальные курсы и получил сертификат. Цены у него ниже рыночных, качества безупречны. Он всегда предлагает новый дизайн. Делает от души, хоть и молодой. Мне нравятся его работы. Своим хобби мальчик занимается всего пару часов в день. Остальное время посвящает учебе и тренировкам. Мечтает в будущем стать знаменитым мастером. Я больше всего переживаю за братишку. Очень хочу, чтобы он быстрее выздоровел и поднялся на ноги. Буду прилагать все усилия и копить деньги на его реабилитацию. Шестилетний Бекарыс четыре года назад упал с третьего этажа. Получил серьезные травмы. Нуждается в постоянной реабилитации. Надежду вселяют в зарубежной клинике. Но средств поехать туда у семьи, где воспитывают пятерых детей, нет. Ербулабишев, Самат Аспанов, Алексей Аминецкий, из Павлодорской области, Хабар, 24.